Трижды с трудом открытая, сохранившая в своем чреве реликвии разных тысячелетий. Именно такой предстает Эшмесская пещера в документальном проекте ухтинцев. Отыскать ее не просто и ныне, на картах в интернете нет точных GPS-координат, лишь направление. На северо-запад от Ухты, примерно на сотню километров. Там, посреди Мертвой долины, небольшое известняковое возвышение с гротом внутри. Вход бережно стерегут ели, а потому понять, что именно здесь и есть то самое капище, практически невозможно. Пол имеет уклон, большая часть пола в сторону выхода, и вот именно эта часть, как выяснилось, и освещается солнцем. Именно в светлой части пещеры и были обнаружены все те археологические находки, которые можно увидеть в музеях нашей республики. Впервые эту пещеру совершенно случайно обнаружил коми-охотник Павел Андреевич Вокуев в 1924-м. В тот год он проходил на лыжах по мертвой долине и обратил внимание на деревянных истуканов у входа в грот. Подошел поближе, излег из пещеры одного из идолов и отвез к себе в деревню. Позже именно этот экспонат и оказался в Национальном музее коми. Но на этом история закончилась. В 50-е годы ученые решили отыскать это уникальное место, но, обойдя долину вдоль и поперек, так и не обнаружили его. Второй раз капище открылось людям снова случайно. Произошло это спустя почти три десятилетия после вылазки ученых. Обнаружили пещеру солдаты, которые в окрестностях Белого и Шмеса искали места для рыбной ловли. Святое место они не тронули, а просто обошли. И только спустя несколько лет вернулись сюда вместе с энтузиастом из Ухты Валерием Торлоповым. На тот момент преподаватель вуза уже некоторое время пытался разыскать то самое древнее место поклонения духам. Но все было безуспешно, пока не встретил в одном из поселков тех самых солдат. Искал эту пещеру и не нашел. И тогда мне сказали, мы знаем, что она есть. Я говорю, а как? Ну, знаем. И еще вот на днях, у нас там, не на днях, вернее там летом, значит, есть у нас в части солдат, значит, который, сержант, вернее, младший сержант Климушев, который бывал, Климов, вернее, который видел эту пещеру. Ну, позже я узнал, что до него выезжали на эту пещеру на вездеходах, на тягачах ГТТ, когда охотились там на лосе, в этих долинах, в открытых. Неожиданный подарок судьбы обернулся мини-экспедиции. Валерий и трое солдат пошли искать Эшмесскую пещеру. Путь был непростым. По глубокому снегу на лыжах в день удавалось пройти не больше пяти-семи километров. Время поджимало в распоряжении всего три дня, а потому заночевать решили неподалеку, в охотничьей избушке того самого первооткрывателя капища Павла Вокуева. С позаранку мужчины снова вышли в путь, но пробродив до вечера вдруг осознали, они кружат на месте. Решили пройти чуть дальше, так сказать, напоследок, чтобы уж убедиться. Набрели на еще одну долину за Березняком. Когда двинулись дальше, увидели, поднялись четыре глухаря, сели на лиственницу. Ну и, естественно, такая ассоциация. Вот четыре монаха, которые, значит, сторожают Эшмесскую пещеру, значит, она где-то рядом. Так и оказалось, всего через сто метров они обнаружили вход. Вот так Эшмесское пещерное святилище открыли в третий, последний раз. А уже после были экспедиции ученых. Выяснилось, всего капища было четыре идола, но два при транспортировке были утрачены. Несколько лет оставшиеся артефакты находились в столице Коми на исследовании, и только после вернулись в Ухту. Сейчас они выставлены в местном краеведческом музее. В их числе подвески серебра и бронзы с изображением лосей и медведей, кости жертвенных животных и наконечники стрел. Основным предметом, подарком деревянным божествам были как раз костяные наконечники стрел. Самый ценный подарок был тот, который поразил как можно больше дичи. Среди наконечников есть фрагмент, сделанный из камня, кремния. Этот предмет гораздо старше археологического памятника, ему две с половиной тысячи лет. Вероятно, этот кремниевый наконечник передавался по наследству. Ну а после, как наиболее ценный, он был преподнесен деревянному божеству. И несмотря на то, что идолы уже давно сменили место и теперь покоятся в музеях, эта пещера все так же притягивает к себе людей, которые и поныне стараются оставлять духом подношение. Вот и съемочная группа ГСП вместе с хранителями истории положила на жертвенный камень свой дар. Как отмечают все те, кто хоть раз бывал в Ишмейской пещере, там действительно ощущается особая связь с высшим миром, обители духов и покровителей тайги. Любовь Лапина, телеканал Юрген, Ухта.